здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала процветок с вами пашкевич анна из этого видео вы узнаете о янтарной кислоте которая является полноценным самостоятельным стимулятором роста и развития рассады и растений в целом янтарная кислота особенно воздействует на растительные организмы она входит в состав различных компонентов которые отвечают из-за дыхания из-за фотосинтез из-за метаболизм также янтарная кислота участвует формирование аминокислот которые в свою очередь являются строительными кирпичиками для наших с вами растений зачастую мы выращиваем рассаду в домашних условиях в квартирах с пониженной влажностью на жарких подоконниках наши растения страдают перерастают им не хватает солнца или наоборот большое количество света и в этом случае необходимо использовать дополнительные стимуляторы роста которым собственно и относится янтарная кислота янтарная кислота является одним из доступных стимуляторов роста которую можно купить как специализированных садовых магазинах так и в обычной аптеке в форме таблеток если вы приобретаете янтарную кислоту в таблетках по 0,1 грамму то тогда будем растворять по две таблетки на 1 литр воды если будете покупать янтарную кислоту по 0,25 грамм в таблетках то тогда будем растворять по одной таблетке в одном литре воды в случае если мы используем янтарную кислоту в виде порошка то дозировка будет следующая 2 грамма порошка на 10 литров воды если рассада растет в стаканчиках 250 300 миллилитров то достаточно 60-70 миллилитров раствора если стаканчики более крупные до 500 миллилитров в объеме то увеличиваем раствор до 100 миллилитров под каждое растение использовать раствор янтарной кислоты можно начинать когда растение сформировали уже по два-три настоящих листа за весь период формирования рассады можно использовать раствор янтарной кислоты до 3-4 раз также необходимо помнить что янтарная кислота как и любой препарат который мы вносим в нашу рассаду он имеет определенный срок действия поэтому вносим янтарную кислоту не чаще чем один раз в 10-12 дней надеюсь в этом видео вы узнали как с помощью янтарной кислоты решить вопросы с рассадой всего вам доброго оставайтесь на канале про цветок до новых встреч